друзья всем огромный привет я думаю у каждого есть такой вот не обязательно этой фирмы но желательно и вот я думаю что все знают что он предназначен для криволинейных распилов ровную линию нас не получается с ним сделать сейчас я конечно это быстренько продемонстрирую и вот как бы я не старался выдерживал все все равно он видно что они ровненько получается конечно то можно исправить берем культурную поверхность доставляем если у тебя есть фризер конечно легко можно все исправить сделать ровненькой поверхности у нас овненький идеальный срез но это конечно если есть фрезер а если нет фрезера и только один лоптик сейчас делаем одно маленькое приспособление из той же самой фанерки палочку подставляем дощечку также буду использовать 15 фанеру это заводской спил делаю разметку по центру по угольнику провожу ровную линию при помощи шила на макерниваю беру свирол форестера и делаю сквозное отверстие также при помощи угольника провожу линию но не по центру а смещаю ближе к краю фанерку распускаю при помощи распиловочного станка получается ровный идеальный срез теперь конечно нашу заготовку примеряю на лобзике с оборотной стороны делаю разметку также при помощи угольника провожу линию под прямым углом 90 градусов и также распускаю на распиловочном станке самое главное тут соблюсти ровные линии и для этого мне поможет распиловочный станок бренда риоби я конечно не профессионал и распиловочный станок у меня самый первый на станке имеется возможность регулировать угол наклона до 45 градусов также легко регулируется глубина пропила под углом 90 градусов максимальный пропил 80 миллиметров при помощи двух направляющих можно легко увеличить площадь рабочего стола тоже здесь выполнен из алюминия с повышенной прочностью и износостойкость гладкая и ровная поверхность обеспечивает ровную подачу материала размеры рабочего стола 560 на 710 миллиметров для моих целей это прям за глаза комплектация имеет параллельно направляющие с передними и задними опорами что гарантирует точной срезки деревянных заготовок у меня распиловочный станок со складывающей станиной также предусмотрен транспортировочные колеса что гарантирует удобное перемещение по мастерской своими силами приобретал магазине все инструменты и ссылочку конечно же оставлю в описании после того как распустил фанеру необходимо ее примерить все получилось четко теперь буду использовать двухсторонний скотч приклеиваю два кусочка и обрезаю их после снимаю защитную пленку но не тороплюсь ее приклеивать еще раз хорошенечко проверяю недаром говорят 7 раз отмерь один раз отрежь после проверки хорошенечко приклеиваю и проверяю при помощи угольник полотно лобзика должно быть заподлицо с фанеркой теперь снимаю пластиковую защиту и вооружаю шуруповертом при помощи сверлышка 2 миллиметра делаю три сквозных отверстия далее на пластике все три отверстия зинкую после сборки конечно же еще раз проверил все ровненько доску к фанере прижимаю при помощи струбцинки ну а теперь конечно же тестируем наш приспособлен как результат мы видим почти идеальный ровный спил друзья так что идея вполне рабочая добиться почти идеального пива можно при помощи и лобзика кому понравился данный ролик обязательно палец вверх напишите ваше мнение до новых встреч пока пока